Подожди, какая штука интересная. Нифига. Это вот из Петербурга. Передал человек. И как же он... Открывается-то. Господа, научите. Научите. Это я сам пока не знаю. Ну вот, какая-то конопулечка здесь должна быть? Ну он видел вообще просто. Система и самоуничтожение, если вдруг не вели код. Где тут чего? Да? Да вот. Я думаю, что на таком и Пентагон взломаете просто. Сайты Пентагона будете взломать. Все. Вот только сегодня передали вот такой вот именной, так сказать. Ух ты. Да. Это Ган. Да. Это вот ножи СМЕРШ. Все. Мозговой доволен? Хорошо лежит в руке? Как родной, да? Ха-ха-ха. Как родной. Ну вот здесь вот то, что эти бинокли с данномерами уже присылали вам. Да. Отличная. Ну а сейчас вот передаю Глебу тот список, который я в нашем видео обещал передать. Вот сейчас этот процесс вы как раз можете наблюдать. Вот здесь есть копия списка и есть оригинал. Передаю оригинал. Соответственно, здесь указаны все наименования, что заказал детский дом. Да. У нас остается копия. То есть по прибытии этой партии груза, которая будет собрана гражданами России, предпринимателями и так далее и так далее, мы сможем убедиться в том, что действительно работают люди честные и работают люди на совесть. Для того, чтобы не стояло на коленях ни Новороссии, ни России. Список выложим в интернете, так что любой желающий сможет помочь. Надеюсь, отзоветесь, потому что все это нужно. Вы сами видели, что все это попадает действительно в интернаты, в школы, действительно детям, а не куда-то там на какие-то базары и тому подобное. Все идет непосредственно к детям. Буквально сегодня я прочитал один комментарий, почему мозговое делает это на камеру, якобы себя рекламирует. Не себя рекламирую, еще раз повторяю, а делается это все для того, чтобы люди видели, что необходимо, кому необходимо и зачем это все. Потому что те белые камазы, как я уже говорил, они почему-то не доходят именно к тем, кто больше всего в этом нуждается. Поэтому вся надежда именно на простых людей, на нас с вами, а для того, чтобы вы это понимали и мы это все знали, это необходимо показывать. Каждый нюанс необходимо показывать, фиксировать на камеру. Каждый шаг необходимо фиксировать на камеру, а тем более каждый шаг чиновников. Надежды, по-моему. Надежды на чиновников как не было, так и нет. И я так полагаю, еще не скоро будет. Поэтому все зависит только от нас с вами самих, от народа. Чем быстрее народ это поймет, тем быстрее начнет решать и другие вопросы. Не только гуманитарного плана, но и самоуправление, но и политические, и военные. Такой армии чиновников, как у нас, это просто нужно брать и сокращать понемножку. А за счет сокращенных должностей, вырученные от этого деньги, должны идти куда? Малоимущим. Такая армия чиновника, которая ничего не делает, нам просто не нужна.